Десятиклассница Эля Казакова закинула кошку и взорвала учебную мину. При этом ни одно животное не пострадало. Ведь это саперное устройство. Из Твери в Подмосковье школьницу привела юнармия. Закалить характер, пройти спортивную подготовку, обрести друзей. Вот уже 8 лет главной задачи движения. На самом деле мы это уже проходили. Это есть на многих соревнованиях, разминирование всяких мин. И это достаточно легко. Просто главное не бояться. В целом очень интересно. Попробовать себя в роли сапера и поддержать в руках миноискатель на форуме от смелых поступков к новым делам. Инструктор Анатолий Духин признается, за годы работы с детьми понял, практика всегда в приоритете. Как правило, одного из 20 зацепит теоретический материал, а всем остальным будет прикольно, как взорвется грамот. Пройти инструктаж удалось даже мне. Микрофон пришлось обменять на так называемую лимонку. Так, отгибаем усики. Дергаем предохранительную чеку. Все, замах, бросок, можно. Десять локаций развернули в селе Ершово. Иван Москвитин с саперного поля отправился управлять дроном. За пультом первый раз. Это довольно тяжело управлять дроном, потому что дрон сам по себе вот этот маленький, легкий, и его постоянно сдувает ветром. Без потерь не обошлось. В схватке с ветром школьник не победил. Но приятных впечатлений от этого меньше не стало. Покорить вершину в прямом смысле слова. Высота в 10 метров. Оно Охотникову не испугало. Скала хоть и тренировочная, но на прочность испытывает каждого. Выглядит будто бы проще, но оказалось сложнее, чем я думала. Но все равно это очень интересный, классный опыт. Я бы, наверное, хотела даже в будущем этим заниматься более серьезно, походить на какие-то занятия, где этому обучают. Преодолеть почти 800 километров, даже не раздумывая. Анна – гостья из республики Марий-Эл. Сейчас загорелась профессией юриста, но с юнормией не прощается. Будни ребят насыщенные и увлекательные. Вязание узлов, строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая и много-много другое. Также она дает много новых воспоминаний, впечатлений, много новых друзей и знакомств всех городов России. В завершении рассказать о своих впечатлениях бойцам СВО. Сильные и смелые, талантливые и энергичные юнормейцы со всей России на пути к новым достижениям. Олеся Лукина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.